Можно снимать, да? Нужно, а не нужно. Конечно. Это авторские работы, да? Ваши, извиняюсь. Вот, посмотрите. Телевеликатуры на руках. Похожи? Похожи. Ну, так, чуть-чуть. Он самый. Здорово. А вы пришли в гости сюда, да, наверное? Да, мы в гости. А мы сейчас проверим, как это, эрудицию или как там. Ну-ка, давайте поближе, поближе. Давайте, поближе. Читать умеете? Что написано? Чего? Это буква Ш. А, это Пыша. Пыша, да? Пыша. А теперь мы проверим еще интереснее. Зверь есть такой, Пыша. Допустим, серый волк. Серый, да? А кто такой Пыша? У него урок нету, и котуть нету. Ну, как не знаю, ты же знаешь. Ты вчера его видела. Лошадь ты какой-то. Нет, я вчера его не знаю. Он яблоки любит. Ну? Яблоки он точно любит. Лошадь, стой. Лошадь, ну, откуда лошадь в лесу? В лесу-то лошадь. Какая, конечно. Что у нас, где лошадь? Сейчас, смотрите, в один голос. О, Сонька, ты молодец. Пыша, ты молодец. Единственная девушка, которая угадала. Остальные сразу говорят, медведь. Даже бобер называли. Сонька, ну, за это надо ехать. Какова стоимость этого? Изделия? Да. Да, так, копейки. Да ладно, копейки. Цены в интернете посмотрите. Нет, давайте, я возьму, давайте. Возьмите, возьмите, посмотрите цены и работы. В контакт можете записаться, в группу записаться. А еще можно еще одно проверить. Вы считаете, хорошо до 10? Смотрите, сейчас загадку покажем. Возьми другу. Можно, да ладно. Да, да, можете посмотреть. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот и раз, как раз, как раз? Так, шли по 200 рублей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять. Скажите, а вы ровно? Да. А сколько здесь? Десять. Если я сейчас один отсюда возьму, 10 штук останется или нет? Нет. Леша, а стоятку сноси, сделай, останется девять. Нет, я не делаю. Девять останется. С той стороны посмотрите, Мельницкий. А он откуда? Из стих? Мельницкий, там подойдите, сами с ним поговорите. Алисея есть. Нет, нет, я сразу спросить. А из чего-нибудь? Можете, как? Из чего-нибудь? Вот, это же можно. Это все я делаю. Из чего-нибудь могу, но из костей нет. Ясно, и сколько рукоятку сейчас сделаете? Вам нужно просто рукоятку сделать или насадить нужно? Не рукоятку сделать, потому что вот такая рукоятка меня совершенно не устраивает. Ну, это неправильно какая-то. Вот на эту штуку дим рукоятку. Не смогу я. А что? Не-не, я этим не занимаюсь. Не мой, не мой, пусть. День добрый. Вот смотрите, их 10 штук, да? Одно возьмем, сколько будет? 9. А давайте докажем, что 10 будет. Можно? Давайте. Чисто математика. Один убираем. Считаем сколько? 9. А ты посчитай. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, да? Да. Но считать можно и обратно. Обратно отчет тоже можно сделать? Да? 10. Сейчас начинаем считать обратно. 10, правильно? 9, 8, 7, 6 и 4. 6 и 4 сколько? 10. Ну и сколько там? 10. Все-таки 9 или 10? Так вот, а как правильно, наверное, все-таки 9? 10, 9, 8, 7, 6. 6 и 4? 10. 10. Обманщик, 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 шулер. Такой красивый очень нашим делается. Спасибо. А много вы уже лет занимаетесь? Как родился? Ну, у вас это всеми этим занималось? Ну, нет, как вам сказать, так лет 7-8, может быть, 9, но начинал еще в детстве. Просто сам по себе или отец? Нет, отцу помогал. Отец у меня рукодельный. Мы же не только наше дело, мы много чего умеем делать. Как многие говорят, вы можете дом построить? Я могу и дом построить, можно и колодец выкопать. Можно и колодец выкопать, можно и рыбу поймать, можно... Вы решили этим... Это хобби или это? Я мясо рублю, я много чего... Я могу и мести. Это любви? Нет, это... Как сказать? Работа. 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 Также взять, допустим, то, что вы смотрели, инкрустацию, это моими руками сделано. Почему-то всегда учатся, стремление. Можно какой-нибудь покушать? Да, проблем нет. Какой ваш? Вот ваш, какой любимый? Они у меня все любимые. Все куши. Здорово. А вот это универсальный нож считается? Есть вообще универсальные ножи? Нет ничего универсального. Нет? Надо просто уметь работать изделием. А что главное в ноже? Чтобы он в дырке хорошо лежал? Чтоб в душе он бы лежал. В душе лежал? В душе, да. Спасибо. Сложно такой рисунок сделать? По Дамаску сложно, не очень. Вот, к примеру, такой очень сложно сделать. Здесь у нескольких пакетов, несколько слоев. Причем, чтобы сделать еще ровно. Алексей, я вот знаю, что люди, кто-то выбирает нержавеющие, а кто-то углеродистые. Какие ты дал лучше? Какое лучше? Какое лучше? Назначение. А по назначению? Да. Ну, вот вообще вот. Вот смотрите, допустим, взять на кухню, вот таким неудобно будет, да, на кухне? Ну да, это какой? Это шкурадер направление. Ну и можно тоже самое, тот же колбасу, тот же и хлебушек, и картошку почистить, и консервы скрыть. Взять, допустим, такое вот изделие, на кухне тоже его нельзя. Можно все абсолютно сделать, можно и крошить, но здесь есть углерод, он будет ржаветь, но резать будет тоже хорошо. А, углерод будет ржаветь. Да, 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 и присутствует. Ага. Если взять, допустим, такое вот изделие, да, везде можно, также и на кухне везде используют, но требует очень большого ухода. Вот это? Это углеродистые? Да, ну здесь шесть сортов стали, то бишь каждый цвет вот, темный, светлый, выпуклый. Это значит, что разные эти стали здесь, да? Да, да, да. А, вот как. Мне не зависит в первую очередь тот, кто работает ножом. К примеру, это не сказка, это были. У меня супруга взяла с одной большой компанией нож на маске нержавеющий, ухо. Я ей сказал, что он резать не будет. И пришел один знакомый за 250 рублей, китайский такой ножичек, он будет резать. За 250 рублей резал нож хорошо на кухне, а тот пришлось... А как вы так поняли, что это будет? Толстый нож на кухне работать не будет, надо, чтобы тонкий был. Ну, а ведь я думала, заточка главнее, как бы. Тонкий. Тонкий просто? Да, тонкий нож, да. Вы представьте, у вас тонкое жало, оно врезается в яблоко, или у вас вот такой вот стенки. Ну, да, 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 замедляется получается. Да, 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 его не пропихнуть. А заточка, заточка. Всему изделию нужна заточка, чем острее, тем лучше. К примеру, взять ножи, вот эти сейчас, которые ножи, ими можно бриться. Я могу показать руки, он, видите, все бритые. Могу показать ноги, но они эстетичные. Да, они эстетичные. Ну, и тут надо смотреть, что в руку ляжет, что в душе ляжет. Бывает, что красивый, в руку берешь, он не то. Вот это вот ресивер, Соня, это вот веревку перерезать там или еще что-то, правильно? Нет, нет, нет. А что это? Это, чтобы ручка не скользила. А, да, даже так? А я почему-то думала, что еще вот это назначение имеется. А, просто держать, да? Да, верхней частью это веточки стакать, банки открывать, чтобы жало дольше держалось. Это да. Ну и снова же, на каждое изделие, если взять по мастерам, если человек дает бессрочную гарантию или гарантию пожизненную, то, значит, за свой товар отвечает. Не всегда дорогой нож, прям супер-пупер. Мам, какой тебе больше всего нравится? Мне вот из этой серии почему-то нравятся такие вот, вот, типа, такие. Вот я такой, мне вот этот. Да, ну мне тоже вот один вот из этих. А мне вот этот. Вот этот нравится? Ну, это шкурадер. Шкурадер, это обдирать... Надо его правильно вот так держать, да? Или вот так. Ну, тут, ну, вот, цельное значение. Если вы обдираете шкурку или что-то нарезаете, правильный хват. А, вот как надо. Ну, если так, но я не знаю, зачем так держать. На кого-то нападаем или как? Или кого-то убегаем. Посмотрелись этих своих игрушек. Ну, сказки, им же ножи чуть-чуть придумают. Они же бегают там, как-то держат ножи, да? Там, я, ногой, бах, он на 5 километров улетел. Да. И ножик так никуда не делся. Да, и шпалы бьют по голове. Да, да. А-а-а-а, выпрямился, и все нормально. Здорово, ну ладно. Это сказки. Или пуля попала, он на 5 метров отлетел. Спасибо. Спасибо.